Всем хорошего настроения! В этом видео вы увидите тест ножа. Вот название ножа и ссылка на этот нож будет в описании под видео. Вы уже видели тест одного из ножей, моих кухонных ножей с сайта Алиэкспресс на канале. И там была заточка в 35 градусов. Мы перетачивали нож. Я показывал вам алгоритм заточки ножей. И за этим алгоритмом я буду перетачивать все ножи. Но вот в данном случае вот этот нож, он еще не переточен. То есть здесь пока заточка от производителя. Почему я решил сделать тест этого ножа, не перетачивая его? Я хочу протестировать вот эту заточку от производителя. Узнать какие будут данные. Мы эти данные, конечно же, нашу таблицу сравнения записывать не будем. Но потом я перетачу вот этот нож под 35 градусов, по тому же алгоритму, по которому буду перетачивать все свои ножи кухонные. И у нас будет возможность сравнить. То есть изменяется ли стойкость лезвия к затуплению, режущей кромки к затуплению, в зависимости от качества заточки. Сейчас заточка от производителя. Нож очень острый. Смотрите. Он очень острый, как нарезает газетную бумагу. И заточка здесь равномерная и хорошая. Мы тестировали этот нож, и я вам это демонстрировал. Мы сейчас протестируем эту заточку на стойкость режущей кромки к затуплению. Потом я перетачиваю этот нож под 35 градусов по нашему алгоритму заточки. И мы снова же тестируем этот нож, чтобы узнать разницу в стойкости режущей кромки к затуплению в обеих вариантах. Поехали. Начинаем наш тест. Все те же условия, та же бумага, все то же самое. Сначала я режу половину. Мы смотрим результат и продолжаем резать. Так, половина есть. Берем лист бумаги. Без изменений. Продолжаем. 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 уже есть надрывы на бумаге такие существенные вот режет но есть вот эти надрывы мы продолжаем тест а Продолжение следует... Продолжение следует... Мне очень было тяжело резать. Здесь тяжело, но не настолько тяжело, как было в предыдущем ноже на последнем резе. Поэтому я решаю еще один рез сделать. Но уже... Ну вот, такой рез как бы... Ну, режет. В принципе, режет. Сказать, что он не режет, я не могу, но есть просто надрывы. Ну вот, уже практически не режет. Ну, постараемся этот ряд делать до конца. Так, половина. Ну, режет. Вот как-то так. Нарезаем. Он еще хочет резать. Вот видите. Надрывы есть, но режет. Поэтому я думаю, что нужно еще один делать. Пытаться сделать один срез, чтобы полностью до отказа. Чтобы уже нож практически просто не врезался в эту бумагу. Тогда уже все. Стоп. Пробуем еще один рез делать. Так, давайте попробуем. Но он еще врезается. Все. Это уже все. Поскольку нож даже не хочет врезаться в бумагу. Ну, это просто он рвет уже ее. Видите, нет среза. Это просто рваный участок. Еще раз пробую. Вот такой получается инис рез. Видите? Как будто просто нож порвал ее. Ровно. Нет, это уже не рез. На этом мы будем заканчивать. И считаем... Извиняюсь. Считаем, сколько срезал было. Последний рез, думаю, что нужно все же засчитывать. Поскольку это отказ. Но нож дорезал. Поэтому раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать срезов. Одиннадцать срезов я сделал вот этим ножом. То есть, по всей видимости, здесь приблизительно та же сталь, что и в предыдущем моем ноже. Наверное. Я не знаю. Но просто по резу складывается такое впечатление. Вы видели, какая была заточка по остроте. Изначально он был очень хорошо заточен. И вы видели обзор у меня этого ножа на канале. Поэтому я думаю, что когда мы его переточим, результат практически будет такой же. Но увидим. Не знаю. Я не знаю. Я переточу этот нож. Сделаю здесь 35 градусов по тому же принципу, по которому заточил предыдущий нож. И мы сравним результаты. Но сейчас вот имейте в виду. Одиннадцать срезов сделал вот этот нож с заводской заточкой. На этом все. Всем спасибо за просмотр данного теста. Хорошего настроения. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Если будут какие-то пожелания, также пишите в комментариях. Всем спасибо. Хорошего настроения. До свидания.